Леночка, ну еще раз, доброе утро! Доброе утро! Что и как мы будем делать сегодня? Сегодня я вам покажу комплекс упражнений для рук, и вам для этого понадобится одна гантель, либо любой тяжелый предмет, даже бутылочка с водой. Мы с вами руки вытягиваем вперед, передаем гантель с правой руки влево и отводим руку в сторону. При этом корпус спины остается неподвижен, мышцы пресс у вас в тонусе, и на каждое отведение руки в сторону мы делаем выдох. Следующее наше упражнение – руки вытягиваем вверх и заводим ручку вниз, поднимаем ее вверх, передаем ее в другую руку и все повторяем. Лена, почему нельзя взять сразу две гантели и поднимать их по очереди? Ну, это для того, чтобы ваши тренировки или упражнения были вам интересны, и поэтому все время мы меняем, берем одну-две гантель или меняем гантели. В прошлый раз просто было здесь, а сегодня одна. А сегодня одна, да. Это просто разнообразие, другого цвета взяли. А я вот знаешь, что я тебе скажу по секрету? Вот вы всегда говорите, возьмите бутылочку с водой. Однажды я тоже взяла бутылочку с водой, она упала мне на голову. Когда я вот так ее поднимала. Значит, надо ее держать плотно. Я крепко ее держала, просто жутко неудобно. Можно скотчем привязывать. Лучше один разок сходить в магазин, купить себе нормальный, хороший, качественный спортивный инвентарь и заниматься как человек дома, а не с бутылочкой воды. И вес гантели можно от килограмма спокойно. Если вы не хотите наращивать себе мышечную массу, то для просто поддержания тонуса и сжигания, да, какие-то калории вам пойдут легкие веса. Поэтому это не тяжело домой перенести, купить. И не так дорого, да. Поэтому вот повторяем с вами упражнение. Вообще лучшая гантель, гантель сделанная своими собственными руками. Это как? Ну, не знаю. Сходил в кузницу и выплывался. Фантазию можно включить и собрать себе гантельку. Ленечка, что еще? И последнее наше упражнение. Ноги остаются на ширине плеч и мы передаем вокруг туловища гантель. Сначала делаем справа, либо слева по 10 раз. И потом в другую сторону. Руки остаются у вас с напряжением. Если у вас есть дома фитбол, то все эти упражнения с гантель можно добавить, сидя на фитболе. Вот как раз будет ровная нагрузка. И тоже так подпрыгивать? Да, подпрыгиваем и работаем руками. Получается отличная картина. Слишком сложно. Там приседай, тут руки поднимай. Тут руки, да, мозги включай, руки поднимай. Это, наверное, чуть попозже. Днем, вот в офисах, когда есть, знаешь, какие-то такие вот вещи, типа фитбол или гантельки, удобно во время обеда так чуть-чуть размяться, что-то сделать. Скажи, до какого возраста можно качаться, заниматься спортом так вот усиленно? Усиленно? Ну, я считаю, что, допустим, если уже... Ну, все зависит от генетики и физиологии, да? Но я думаю, что в лет 50 я уже не буду усиленно заниматься спортом. Буду просто для поддержания, да, там, здоровья, иммунной системы, чтобы хорошо работали органы и обмен веществ менялся. Кстати, специалисты из Американского института физических упражнений утверждают, что начинать заниматься спортом никогда не поздно. Особенно вот кардиоупражнения, велосипед, бег, можно даже начинать в 65-70 лет. Так что, если вдруг вы думаете, что спорт это не для вас, поверьте, в 60 лет вдруг придет признание того, что спорт нужен. Вперед, не стесняйтесь, занимайтесь спортом. Огромное спасибо, Лена. Спасибо вам. Всего хорошего. Ждем тебя снова в гостях. Спасибо.